Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля Правила и в сегодняшнем видео хочу показать вам свой простой легкий макияж, который я делаю почти каждый день. Если я не снимаю видео, то это, наверное, будет то, что я сделаю, чтобы почувствовать себя уверенной и красивой. Сейчас, мне кажется, такое время, когда девушки хотят проводить минимальное количество времени, делая макияж, не затрачивая при этом очень много усилий. Я надеюсь, что это видео как-то вам поможет, поднимет настроение, возможно, а может даже вдохновит вас накраситься. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, но мы не будем сдерживаться и поехали! Я уже сделала свой уход, я нанесла солнцезащитный крем, который я наношу каждый день. У меня он от Биор, это вообще даже очень недорогой крем, очень бюджетный, и на него отзывы также очень хорошие, как на Е-стайл, так и на Стайл Кореен. Я не знаю почему, но в последнее время я стала большой фанаткой этого праймера от Рэр Бьюти. Если честно, в первый раз, когда я купила его, я не поняла его. Сейчас, когда тренд больше на естественность, на такую кожу как будто бы сияющую изнутри, я этот праймер поняла и стала использовать почти каждый день. Вот честно, даже вчера я его использовала. Этот праймер, он имеет в себе очень интересный финиш, он дает блеск, которого я не видела ни одного праймера, это точно. Он очень естественный. Если вот я бы сейчас покупала этот праймер от Селена Гомес, я бы покупала его в мини-размере, потому что для того, чтобы использовать его, потребуется очень много времени. Я сейчас также стала почему-то делать сначала базу, то есть праймер, тон, а потом уже брови. Сразу можно видеть, да, насколько этот праймер делает лицо более здорово выглядящим. Далее, с момента, как я попробовала тон или тинт от Рианы, из Drop Blurring Skin Tint, я влюбилась в него. Когда я делала обзор, я сказала, вот там демтикон, не очень это все классно, но вы знаете, чем больше я начала им пользоваться прям каждый день, тем больше я начала понимать этот продукт. У меня этот тинт в оттенке номер 4, на удивление оттенок подошел просто идеально, как будто бы это оттенок моей кожи, что очень здорово. Но в чем этот тинт хорош, так это в том, что он не подчеркивает поры, они как будто бы реально блюрятся. И понятное дело, почему он назван Blurring Tint, потому что он действительно блюрит поры. Видно, насколько кожа приобретает такой здоровый вид из-за блюритных к тому же. Я, кстати, ребят, экспериментирую со своим бэкграундом, потому что мне немножко надоел, наверное, мой старый, и тем более сейчас весна, время изменений. Хоть и не очень плотное покрытие, но при этом, если у вас есть какие-то минимальные проблемы на коже, они исчезнут с вашего лица, и мне это очень-очень нравится в этом тинте. Кстати, ребят, насчет моих губ, я сейчас поняла, насколько это здорово иметь небольшие, но естественные губы, потому что сейчас я пользуюсь помадой просто каждый день, даже самыми яркими помадами. И при этом это смотрится красиво, естественно, я просто такая, вау, какая это была классная идея. Так, теперь я хочу сделать бровки или брови. Я вчера купила как раз-таки в Волбороте помадку от L'Oreal, и я не купила бы ее, если бы моя помадка от Anastasia Beverly Hills, она бы не как-то подсохла. И мне показалось, что это всегда здорово, ну для меня особенно, потому что я редко покупаю что-то из бюджетной косметики, попробовать бюджетную косметику, особенно помадку. Я слышала много хороших отзывов о продуктах для бровей от L'Oreal, и мне кажется, по цвету я угадала. У меня, кстати, говорят цвет, который называется Light Brunette, почему-то я думаю, это у меня блонд был. Идеальный цвет, как мне кажется, он очень универсален, вот поэтому я его взяла. И давайте нанесем, заполним наши брови. В принципе, да, это очень даже хороший цвет, не слишком темный. Надо сказать, что кисть, она немножко жестковатая, то есть немножко она прям жесткая, очень неприятное ощущение, когда ты пытаешься расчесать брови этой кистью, поэтому я не думаю, что я буду пользоваться вообще этой кистью, она дешево сделана, я бы сказала так. Далее я хочу взять свой любимый карандаш корейского бренда Peri Pera, и мне кажется, он в оттенке светло-коричневый, мягкий коричневый, что-то вроде того. Мне оттенок этот подошел, но карандаш этот, он достаточно такой толстенький у него кончик. Именно поэтому он, как мне кажется, идеален именно для заполнения бровей. Далее я возьму консилер от NARS в оттенке ванилла, это, как говорят, наиболее универсальный консилер. В линейке NARS возьму кисточку и немножко подкорректирую брови. Знаете, что вчера я пошла в Walmart, потому что мне нужно было купить реснички, я их купила наконец-то, у меня большое количество натуральных, естественных ресниц, которые выглядят отлично при каждом макияже. Я наконец-то увидела палетку от Physicians Formula All Star, и я загорелась идеей купить ее, потому что я на нее охотилась, когда она только вышла, и я наконец-то нашла ее, ура! Эта палетка, она хороша тем, что здесь есть абсолютно все, от румян до бронзеров. Палетка ароматизирована, и это сразу можно почувствовать. Она пахнет как что-то очень сладкое и что-то не очень натуральное, как будто бы это какой-то, знаете, искусственный аромат, я бы сказала так. Но не знаю, мне нравится пока что, как это пахнет, надеюсь, это не будет прям слишком вкусно пахнущим на лице. И да, посмотрите на эту красоту, ребят, ну как это смотрится красиво. Мне кажется, это очень красивая палетка, но я слышала, что на нее отзывы не очень прям супер классные, в особенности хайлайтер, по-моему, здесь не очень хороший. Итак, сейчас я найду свою кисточку, и мы воспользуемся этой палеткой. Насколько я поняла, этот бронзер у нас с маслом Муру Муру, и это новый бронзер, если я не ошибаюсь. Это limited edition или лимитированная коллекция бронзера, он у нас матовый. Я думаю, что я хочу попробовать бронзер с Муру Муру. Я не вижу какого-то сумасшедшего пигмента, это факт. А вот сейчас, сейчас все видно. Да, вы знаете, очень сильный аромат, я бы сказала, это так. Я забыла про консилер. Консилер это тоже очень важно, когда дело касается макияжа, я про него забыла, отлично. Я использую консилер свой от NARS, если раньше мы наносили консилер полностью, на все века, сейчас это вот так, и таким образом вытягивается глаз, если можно сказать так. И мне кажется, я вижу разницу, когда наношу консилер именно новым способом. Теперь, я думаю, можно наносить опять наш бронзер. Он, знаете, как шелк. Вот действительно, это правильное описание было бы этого бронзера. Я почему-то думала, что он будет гораздо более прежеватым. Немножко нанесу на лоб, конечно же, и на подбородок. Приятно пахнет, но аромат прям чувствуется сразу. И мне кажется, он будет чувствоваться весь день. Мы посмотрим на это. Еще я забыла про вот это пятнышко, прям вот такие дед, потому что тинт, он имеет в себе, ну, очень легкое покрытие, да, и поэтому вот эти все пятнышки от прыщей он вряд ли перекроет. Далее, я, наверное, хочу использовать, естественно, румяна из этой палетки. Это было бы преступлением не использовать их. По-моему, как раз-таки румяна в этой палетке они не очень хорошие отзывы получили, потому что, я так понимаю, в них мало очень пигмента. Да, они смотрятся красиво, естественно, но не могу сказать, что какой-то такой сумасшедший пигмент сразу вырисовывается на лице. Нет. В общем, это смотрится так, как будто бы я только проснулась, и вот у меня этот легкий румянец на лице, как будто бы так. Мне нравится, да. У нас есть два варианта, что мы будем использовать в качестве хайлайтера. И хайлайтер, наверное, вот в таком оттенке, который называется у нас Mineral Glow Pearls. Очень вкусный аромат, надо сказать. Он по всей комнате, наверное, сейчас стоит. Вау. Вы видите это, ребят? Какой интенсивный блеск у этого хайлайтера. Вау. Его нужно просто минимальное количество. Знаете, в чем прикол? Хайлайтер от Physicians Formula, вот этот вот, он свочится золотистым, однако, когда вы наносите его на лицо, он показывается серебристым и очень интенсивным. И серебряный блеск однеется, я не понимаю, в чем прикол, конечно, может, вы знаете, почему так происходит. Было бы очень интересно узнать это. А теперь, я думаю, что пришло время заняться глазами. Я использую праймер от Urban Decay. А в качестве палетки я, если честно, вот тут немножко не знаю, потому что мне нравится палетка от Huda Beauty, я использовала ее, по-моему, вчера. Но когда я сижу здесь, в своей бьюти-комнате, и я хочу сделать макияж, естественно, то моя рука тянется либо к палетке Наташи Диноны ее Bronze Palette, либо к палетке Наташи Диноны тоже в коричневой гамме, в таком маленьком формате. Называется она у нас Mini Nude. В принципе, эти две палетки, они почти похожи, да. Цветовая гамма, она одинаковая. Я возьму свою кисточку, это кисточка с Амазона, синтетическая, и она стоит недорого, но мне нравится ее форма. Она идеальна для нанесения теней на все веко. Я, наверное, возьму вот этот оттенок, самый светлый, называется он у нас Beach. И далее я хочу немножко затемнить свои глаза, чтобы выделить их. И для этого я хочу взять оттенок Sun 10 и свою кисть, которую уже давнешние, я получала ее в Упси. И немножечко совсем затемнить, но не хочу, чтобы это выглядело неестественно, опять же. Такими движениями, чтобы этот оттенок поместить как бы в середину глаза, чтобы вывести его в середину глаза, но не до конца на середину. Особенно если у вас карие глаза, мне кажется, коричневая гамма, это просто беспрорубичный вариант на каждый день. Далее я возьму кисточку от Ruffer под номером 02 и сделаю нижние реснички. Выделю немножко их. Кстати, я использую цвет Magma. Знаете, я хочу использовать вот этот светлый оттенок, чтобы выделить именно внутренний угол глаза. Почему нет? Мне кажется, так будет смотреться все гораздо-гораздо лучше. Такой контраст будет. Мне очень нравится, что у нас получается, если быть честной. Мой вайп. Это то, что делает меня более уверенной каждый день. И, конечно, я не могу обойтись без использования какой-либо подводки. И я использую каждый день одну и ту же подводку от Rare Beauty Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner. В черном цвете. И вот так выглядит у нас первый глаз. Каждый день подводка получается разной. Разный стиль ее. Но я стараюсь делать ее каждый день, ну, похожей. Короче, набиваю руку. Мне нравится больше именно этот глаз, чем этот. Вроде как они смотрятся одинаково. Меня это устраивает. Теперь пришло время использовать тушь для ресниц. Мой любимый шаг. Сейчас моя любимая тушь, это, как ни странно, тушь у Джеффри Стара. Мне понравилась она. Чем больше я ей пользуюсь, тем больше я ее понимаю. Когда я делала вводный тест с этой тушью, она, ну, естественно, стала покидать мои ресницы, стираться. И сейчас мне нравится тот факт, что, когда я принимаю душ, мне не нужно специально наносить что-то на ресницы, чтобы стереть тушь. И эта тушь будет постепенно сходить. То есть тушь-чулочки. Мне нравится эта идея. Тушь не идеальна для того, чтобы, знаете, купаться в море или в водоеме. Но она идеальна на дни, когда вы хотите, чтобы что-то держалось очень долгое время. Но при этом, чтобы тушь это стерлась из ваших ресниц за одну секунду. Наш ежедневный макияж почти готов. Я сейчас также очень полюбила использовать вот этот продукт от Анастасии Барбарли Хиллз, ее Брау Фриз. И я не люблю использовать его очень много, чтобы брови прям были вот такими намыленными, да, намыленными, можно сказать. Очень легко им пользоваться. И я каждый раз, пользуясь этим продуктом, понимаю, почему он стал таким популярным на ТикТоке и на Ютубе тоже. Вот и все, брови готовы. Конечно, образ не может быть завершен без использования пудры под глазами для того, чтобы немножко заматировать зоны, которые должны быть заматированы. Я возьму кисточку от Morphe номер M554 и возьму свою любимую пудру на данный момент от Cosas. Там такое большое количество разных полезных компонентов, всякие экстракты фруктов, экстракты того, экстракты сего. Мне нравится, стоящая пудра. Немножко под глазами пройдемся. Лоб. Конечно же, нельзя про лоб забывать, особенно если у вас комбинированная кожа. Мне почему-то хочется добавить еще немного совсем румян, потому что я вижу мало пигмента, который я привыкла видеть на своем лице. Я хочу добавить еще немного румян от Патрика Та в оттенке She is Dead Girl. Идеально на как раз-таки весну, лето. Последний шаг это помада. Помады у меня очень много и каждый раз мне очень сложно выбрать, какую же я хочу использовать. Поэтому сейчас я посмотрю на свою коллекцию и вернусь к вам через секунду с уже готовой подборкой помад. И это классическая помада от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. У меня ее уже тут вообще половины нету, чему я безумно рада. Прекрасная помада для ежедневного использования. Мой самый любимый блеск, который я использую каждый день, это блеск от Rare Beauty. Он в розовом оттенке, называется он Nearly Neutral. Потрясающий блеск, такой как масляный, нелипкий и очень комфортен в носке. Прям любовь-любовь. Последнее, что мы хотим использовать, это спрей. Я использую спрей от Milk Makeup. Как можно видеть, тут уже вообще мало, мало что осталось. Возможно, нужно будет прикупить его, когда у Sifor будет из продажи. У них она скоро начинается, через, по-моему, два дня. Невероятно комфортный спрей. По-моему, я говорила вам уже, что он пахнет, как какая-то краска. Но он делает так, что ваш макияж остается на вас весь день. И при этом кожа как-то выглядит по-особенному свежо и красиво. И вот так выглядит наш конечный образ для дневного и сердцевого макияжа. Мне кажется, получилось очень здорово. И это, в принципе, то, что я всегда делаю каждый день. И даже если не снимаю видео, я всегда стараюсь что-то нарисовать на своем лице. И макияж это то, что делает любую девушку красивой, уверенной в себе. Как мне кажется, и это приятно достаточно делать макияж саму и себе, потому что ты видишь, как ты преображаешься. Мне очень интересно узнать, изменилась ли ваша техника макияжа, или изменилось ли время, которое вы отводите для того, чтобы сделать макияж даже каждый день. Или вы также продолжаете уделять макияжу час и полтора. Будет очень интересно узнать, как вообще вот эта пандемия повлияла на вашу страсть к макияжу и косметике. Ну что, ребят, я на этом буду заканчивать свое видео. Мне было очень приятно видеть вас сегодня на своем канале. И да, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля, мне прощаюсь. Всем пока.